Ну а мы продолжаем. И следующий, Станислав Должиков. Давай. Тейм микрофон. Меня зовут Станислав Должиков. Я предприниматель в сфере маркетинга, информационных технологий и коммуникаций. С опытом более 10 лет в индустрии. Партнер инновационного агентства Сарафана Маркетинга, Базар. И основатель и управляющий партнер коммуникационного приложения Тегрумс. Тегрумс это коммуникационная платформа, обняющая людей по интересам для общения win-to-win. Я немножко расскажу о том, с чего все начиналось. Мой друг-партнер увлекается автоспортом, стритрейсер. И пару лет назад он решил чуинговать свой Mitsubishi Evolution с целью достигнуть разгона 3 секунды до 100 км в час. У нас не было совершенно опыта. И мы решили сделать чат в WhatsApp и приглашать туда таких же владельцев Mitsubishi Evolution для обмена опытом. Буквально через 2 месяца в нашем группе появились профессиональные гонщики, их техники и такие же автолюбители, как мы. Через этот чат в день проходило порядка 2-3 тысяч сообщений. Реализовывалось и продавалось порядка 3-5 запчастей. А когда мы дошли до лимита WhatsApp в 100 человек, были люди, которые предлагали нам по 10 тысяч рублей за место в этой группе. На основе этого опыта мы решили сделать собственное приложение, структурировав открытые и закрытые чаты по интересам, с интеграцией мероприятий и marketplace. И что сделали мы? Первое. Мы вывернули WhatsApp наизнанку и открыли сообщества, структурировав их по совокупности тегов. Объединяя людей по интересам, мы открываем доступ к опыту лидеров мнения. И это помогает принимать взвешенные решения. Представьте себя, вы приехали в Санкт-Петербург, хотите покататься на вейкборде, но не знаете, где это лучше сделать. Вы заходите в TagRooms, пишите в вейкборд, заходите в паблик и советуетесь с местными вейкбордистами. И поверьте, никакой Google вам никогда не даст столько информации, как эти ребята. Второе, что мы сделали, мы постарались максимально структурировать групповое общение. Мы разделили каждое сообщество на три чата. Первый для общения, второй для ответов на вопросы и взаимопомощь, а третий для обсуждения продуктов и сервисов, чат-канал. При этом каждое сообщение у нас является отдельной темой для обсуждения. И нажав на него, можно уйти в патчат второго уровня. Тем самым вы не мешаете другим и общаетесь в своей конве. И можете туда также приглашать других друзей, чтобы посоветоваться по тому или иному вопросу. И так вот 90% мероприятий проходит мимо нас. Мы просто о них не знаем. Поэтому добавили мероприятия для того, чтобы создавать мероприятия и отслеживать мероприятия по своим интересам. Добавили также marketplace для продвижения своих продуктов и сервисов. В отличие от классических мессенджеров, дает удивительные возможности для бизнеса по построению коммуникаций и взаимоотношения с своей целевой аудиторией, созданию вокруг своих продуктов и сервисов сообщества, влияние на них через лидеров мнения, вытаскивание их в оффлайн. По сути, в рамках нашего приложения провести потребителей через всю воронку продаж. Это дает невероятную эффективность. Когда запускали приложение на этапе бета-тестирования, за месяц его скачали более 3,5 тысяч пользователей. Они создали более 400 сообществ, выложили более 150 продуктов в маркет, создали 30 мероприятий. И на протяжении месяца ежедневно им активно пользуются около 200 человек. Сейчас перед нашей сильной и опытной командой стоит следующая задача по развитию нашего продукта, завоеванию рынка. И мы точно знаем, что нужно делать. Для полноценной работы и комфортной на полтора года нам нужно порядка миллиона долларов. И я уверен, что с вашей поддержкой мы выйдем на прибыльность уже в течение года. А в данном случае наш маркетплейс помножен на эффективные коммуникации и метап. Поэтому вместе мы способны на большее. Спасибо. Инвестируйте в транс. Сколько волнения. Видите, ребят, сколько волнения. Ну что, мы видим очередную презентацию очередного мессенджера, который мы делаем уже 128 раз. И давайте все-таки будем понимать, что не стоит воспроизводить и пытаться набить морду Фейсбуку, потому что Фейсбук уже давно создан. А чаты были созданы еще тогда, когда был создан, если на меня не изменяет память, Фидо. Поэтому рекомендую вам все-таки искать несколько оригинальных идей и тогда выходить на инвесторов.